Городской парк Жабинки – любимое место горожан. В рамках месячника по благоустройству зеленая зона пополнилась новой аллеей, которая посвящена двум особым событиям для нашего государства. 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 85-летие Брестской области. Это стало важным звеном, соединяющим нынешнее и грядущее поколение. Символичность события для жителей города спутника подчеркнул глава Жабинковского районного исполнительного комитета Андрей Кузбич. Идея именно закладки парка, она пришла совсем недавно, и мы, обсуждая с коллегами, решили все-таки, что символ дерева – это символ, конечно же, всегда такой истории мудрости и силы, и передачи поколения. Дерево живет многие-многие-многие десятилетия, поэтому наш выбор упал именно на проведение такого мероприятия. Наш посыл был еще сделать какое-то мероприятие, чтобы на нем участвовали не только мы, руководители, депутатский корпус, руководители предприятий, коллективы, ну и чтобы именно символизировать все-таки 80-летие освобождения, чтобы обязательно приняли участие военные наши и обязательно наши дети. Объединившись в общем желании сделать городской парк еще краше и комфортнее, представители воинских частей Брестской области, члены патриотических клубов и школьных классов, а также представители вертикальной власти, совместно приняли активное участие в закладке памятной аллеи. Свой важный выбор – оберегать природу Белоруссии сделали и представители ракетницкого детского сада. Маленькие лесовички не остались в стороне и торжественно поклялись заботиться о нашей планете. Каждый костик берегите, без нужды костры не жгите, цените каждую травинку и на листике дождинку. Важной целью мероприятия стало сохранение исторической памяти. Дерево – символ вечной жизни и мира. А мир, в котором сегодня живет каждый белорус, стал возможным благодаря героическому подвигу наших предков. В честь тех, кто подарил нам великую победу, состоялось торжественное открытие таблички, подчеркивающей важность произошедшего. Памятная аллея в честь 80-летия Брестской области и 80-летия освобождения Беларуси. После чего всем присутствующим был дан старт к высадке новых растений. Конечно же, для меня это значит очень большие положительные эмоции, потому что это все-таки наша память, история. Мы это помним, нечтим и всегда стараемся к нашей истории, к памяти привлечь наше молодое поколение. Сейчас, смотря здесь на всех рядом стоящих маленьких этих детишек, они способны на многое в будущем. Соответственно, они сейчас очень энергично помогают в посадке данной аллеи. Участие молодого поколения преемников из военно-патриотического клуба «Память» стало важным звеном памятного события. Ребята осознанно подошли к вопросу и подставили свои крепкие молодые плечи, оказав помощь в озеленении города Жабинка. Мы сегодня сажали деревья, некоторые елки. Получается, честно, очень много впечатлений, я очень рада. Можно сказать, что это очень важно, память о наших погибших, можно даже сказать, нашей погибшей семье, потому что много у кого во времена Великой Отечественной войны умерли родные им люди, они воевали за нас, и мы благодарны им за это. Посадка памятной аллеи стала своеобразным символом. Когда-то, заложив зерно патриотизма и самоотверженности, наши предки позволили ростку надежды и созидания взойти, чтобы сегодня уже окрепшее поколение приумножало мир, независимость и свободу нашей Родины. Ведь подобное дереву, которое пускает корни глубоко в почву, наш народ будет процветать и становиться сильнее. Я Нина Даниленко, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.